Всем привет, с вами Дима и если вы иногда читаете название видео, которое собираетесь смотреть, то вы знаете, что я для вас сегодня буду сравнивать Xiaomi Mi 9 Lite и Redmi Note 8 Pro, которые тоже типа как Redmi by Xiaomi, ну в общем это аппараты от одной и той же конторы, грубо говоря, которые продаются во всяком случае локально на украинском рынке за почти одни и те же деньги, но по характеристикам очень много в чем они отличаются. Давайте разберемся, ну или хотя бы попытаемся разобраться, кто же из них лучше и за какой лучше отдавать свои денежки кровные. Начнем мы, как всегда, с беглого или не очень, как получится, сейчас посмотрим осмотра внешности. Начнем мы, наверное, с Mi 9 Lite. Он у нас выглядит вот так, в нашем случае, как вы заметили, светлое у нас световое решение, сзади стекло, стекло, но так вот переливается наркоманией, всеми цветами радуги, когда оно отражает какой-то свет, можно и там и синий, и зеленый, и красный, и желтый, и какие угодно отливы на этом стекле увидеть, выглядит на самом-то деле весьма себе привлекательно, что немаловажно, так как этот телефон светлый, на нем слабее заметны отпечатки пальцев, нежели на черных телефонах, именно поэтому белые аппараты мне всегда нравятся больше, и быть может поэтому этот девайс мне визуально как-то больше по душе, чем Redmi Note, но не суть. Суть в том, что у нас боковины здесь сделаны из металла, металл этот полированный, это алюминий, если я ничего не путаю, и так как он полированный, то царапаться он будет где-то так же активно, как и глянцевый лакированный пластик в случае Redmi Note 8 Pro. Я, наверное, перейду уже к сравнению внешности, потому что по отдельности не получается, все равно какие-то отсылки. Здесь у нас тоже сзади стекло, и как вы видите, оно тоже иногда отливает вот такими вот бирюзовыми цветами, если правильно поймать блик, ну а так аппарат выглядит зачастую тупо черным. Камеры у нас в одном смартфоне справа, в другом по центру, камер разное количество по количеству, здесь у нас их четыре, здесь у нас их три, но в обоих случаях удивляет то, что фактически камер, которыми вы будете пользоваться, их две. В Redmi Note 4 камерой выступает, выпускает, ну да, выпускает, выступает макролинза, которая абсолютно бестолковая, потому что снимает полное говно, а третьими камерами в обоих случаях у нас выступает депс-сенсор, на которой вы ничего снять не можете. Вот такая вот профанация, то есть камер как бы много, но по факту их у нас две. И в обзоре Redmi Note я говорил, что там есть телевики, даже его хвалил. На самом-то деле это тупо кроп с основной камерой, просто широкоугольной. Вот программный кроп, быть может, с каким-то улучшением качества картинки, но не более чем. Вот, не там, не там, у нас с телевика нет, обычная камера и сверхширокоугольная. Вот такая вот фигня. В случае Redmi Note у нас сзади, как вы видите, имеется сканер отпечатков пальцев, вот так вам его видно еще лучше. В случае Mi 9 Lite он у нас запрятан под экраном, мы к этой теме обязательно еще вернемся. Ну и по габаритам, как вы можете заметить, аппараты, ну, они не то чтобы идентичны, но близки друг к другу. Я бы не сказал, что один из них крох, а во второй это лопата. То есть в обоих случаях это смартфоны достаточно крупненькие. По элементам интерфейса, по их набору все очень похоже, но их размещение несколько отличается. Дело в том, что в Mi 9 Lite у нас миниджек находится сверху, как вы видите, на верхнем торце. В случае Redmi Note 8 Pro он у нас находится на нижнем торце. Мне, если честно, вот такой вариант, как в Redmi Note, нравится больше. Все-таки, когда у тебя наушники торчат из смартфона и смотрят куда-то вниз, это более естественно, что ли, и более удобно и комфортно. Но лично для меня, во всяком случае, и там, и там у нас есть Type-C порты, в обоих случаях это USB, у нас самый обыкновенный 2.0. То есть нескоростную шину подключили к этим разъемам. Увы и ах. Если в целом говорить по внешности, то мне Mi 9 Lite нравится больше. Во-первых, потому что он в светлом цветовом решении. Во-вторых, потому что металлический кант, он все-таки добавляет этому устройству какой-то премиальности. Хоть он и царапается, хоть он и марки, и хоть и большинство людей все равно нацепят чехол на этот смартфон. Но мне вот такой вот вид нравится больше. Ну и плюс, это не просто тупо какой-то там, вот даже мы фокус на видео, он ничего не поменяет. Но тем не менее, не просто тупо какой-то там белый смартфон, а вот он вот так вот интересно выглядит. То есть имеет какую-то необычную харизму, что ли, за счет вот этой вот переливашки необычных отражений света, который попадает на этот задник. Вот тако. По экранам они здесь отличаются главным образом тем, что в... Так, вот теперь можно эти экраны показать. Пока что картинки разные, но вы мне это простите. В случае Mi 9 Lite у нас матрица выполнена по технологии AMOLED, в то время как в Redmi Note 8 Pro это IPS дисплей. И это как бы продиктовало то, что в Mi 9 Lite можно было установить сканер под экран, что и было с успехом. Сделано компанией Xiaomi, как вы видите, этот сканер у нас оптический, то есть подсвечивается зона, которой вы касаетесь, и только после этого сканер начинает работать. И по меркам оптических датчиков, даже без переведения резкости, я думаю, вы замечаете, что когда я на него попадаю, то он в принципе срабатывает довольно оперативно. И никаких претензий с точки зрения, точнее с поправкой на вид этого сканера у меня нет абсолютно. Также здесь есть распознавание по лицу. И работает оно на базе фронтальной камеры, которая у нас вот здесь вот установлена в каплевидном вырезе, и в принципе срабатывает это самое распознавание где-то так же, как и в Redmi Note 8 Pro. То есть иногда более-менее шустро, иногда чуть-чуть подтупливает, но это не ситуация с OnePlus'ами какими-то, где ты даже локскрин вообще не замечаешь. Не то, что он мелькает, а он иногда вообще даже не отображается, и ты только кнопку нажал, а телефон уже разблокирован. Немножечко все-таки помедленнее, но в принципе по скорости терпимо. И теперь то же самое здесь, так скажем, не отходя от кассы, ну как вы видите, быстро, но опять-таки не моментально. По сканеру отпечатков пальцев его здесь засунули на тыльную панель. Классика, мы к этому привыкли, многие это даже очень любят, и работает этот сканер здесь достаточно шустро. Как вы видите, я касаюсь его, если я по нему действительно попадаю опять-таки, то разблокировка происходит чуть ли не моментально, и явно побыстрее, чем в случае с Mi 9 Lite. Но тем не менее, и тот, и тот сканер по меркам своего исполнения, я могу сказать, что очень даже хороший, и сильно ругать смартфоны за них мне, откровенно говоря, совершенно не хочется. На экранах установлена абсолютно одинаковая картинка и, ну, почти одинаковая яркость. Ну, я старался, честно, но я не уверен, что у меня очень хорошо получилось. Тем не менее, девочка здесь одинаковая, стена на ее фоне одинаковая. Вы можете посмотреть на цвета и их сравнить. Как мне кажется, то картинка в Redmi Note 8 Pro более теплая, и при этом внезапно она еще и более насыщенная, при том, что это IPS, а это AMOLED. И в теории, чисто по характеристикам, стоило ожидать абсолютно иную ситуацию, но вот так вот оно и есть. Для того, чтобы вы видели, что BB здесь, скажем так, отличается цветопередача по отражению белого цвета, вот сейчас вы видите, что здесь он чуть более синий, а здесь тоже, в принципе, прохладный, но на фоне этого экрана не так сильно это заметно и ощутимо. По яркости максимальная здесь у нас номинально 500 нит, здесь 600 нит. Смотрим, как оно выглядит на практике на самом деле. Повышаем яркость здесь, повышаем яркость тут, и этот дисплей действительно горит сильнее. По опыту я вам скажу, что на улице читается экран Mi 9 Lite лучше. Когда я снимал фотки, у меня никогда не было момента, что вот солнце даже на этот дисплей светит, я ни черта не вижу. Увы, на Redmi Note иногда все-таки чуть-чуть читаемость на фоне Mi 9 Lite казалась мне более паршивой. Вот, но на самом-то деле все равно изображение остается более чем адекватно читаемым. Вот так, понизили яркость вроде как до минимума, и там, и там. Ну и немножечко вот этот дисплей, а именно в Mi 9 Lite, светится посильнее. В обоих случаях у нас можно настроить всю эту передачу, сделать ее более насыщенной, более спокойной, изменить опять-таки тот же баланс белого. То есть при желании в настройках эту разницу можно, если не полностью устранить, то как минимум снизить и уменьшить. Но вот как бы по умолчанию экраны этих устройств выглядят вот так. Если что, то я вам даже сейчас докажу. У нас установлены одинаковые режимы отображения, изображения. И там, и там стандарт, и там, и там автонастройка. Вот такая вот фигня. В чем эти экраны еще отличаются? Так это в том, что в Redmi Note у нас есть косяк в лице того, что по нижней и верхней грани дисплея имеется небольшой градиент, то есть подсветка там как бы уменьшается ближе к краю самого экрана. У Mi 9 Lite, понятное дело, такого нет. Это уже AMOLED и все вот это вот. Но здесь есть другой нюанс. На белой картинке это будет видно лучше. При наклоне у нас цвета уходят вот в такую вот синеву. Кого это сильно бесит, я вас поздравляю с этим экраном. Это тоже связано. Хотя на такой яркости вам наверняка ни черта это не видно. Вот так вот мы сейчас вам это покажем. При установке более низкой яркости это заметно, как мне кажется, лучше. И еще этот экран козырнее тем, что, во-первых, при наклоне яркость падает не так сильно на эту особенность AMOLED. И за счет того, что здесь установлен такой экран, производитель реализовал в этом смартфоне Always-On-Display. Вы видите гору пыли на экране, но тем не менее у нас тут есть красивая квиточка, написано время, написано дата, написан день недели, насколько сильно заряжен этот смартфон. И если бы были какие-то уведомления, их значки тоже бы здесь появились бы в Redmi Note 8 Pro, что очевидно, такого у нас нет. По дисплеям я думаю, что все. Переходим к производительности и автономности. Вы на своих экранах сейчас наблюдаете скрины синтетики с этих устройств. А пока вы сравниваете все попугайчики, рассматриваете все очень детально, я вам скажу, что в Mi 9 Lite у нас установлен 710 Snapdragon. В замечательном Redmi Note 8 Pro у нас Mediatek Helio G90T. И там, и там есть версии 6.64 и 6.128, но в Redmi Note также есть опция 8.128, память, которая хранилища, и там, и там у нас UFS 2.1. По реальным отличиям, скажем так, между этими двумя смартфонами, я скажу, что Mi 9 Lite в моих руках ни разу не подлагивал, в то время как Redmi Note 8 Pro иногда все-таки может чуть-чуть подтупливать. Быть может, это связано с тем, что Redmi Note я пользуюсь невероятно просто, насколько больше, чем Mi 9 Lite, потому что я с ним хожу как с основным смартфоном. Но, тем не менее, мои наблюдения пока что таковы. Если мы говорим про игровую производительность, то ваш выбор это однозначно Mi 9 Lite. Например, возьмем те же танки. Максимальная графика 40 FPS практически железобетонна. В случае Redmi Note 8 Pro при соблюдении точно таких же исходных условий у нас 25-40 FPS плюс-минус, которые иногда падают и ниже, чем 25, ниже 25. Вот так будет более корректно, и все начинает дергаться и лагать, и выглядеть достаточно омерзительно. Более игровым смартфоном является Mi 9 Lite. Не слушайте продавцов в магазинах, не смотрите, что написано там на официальном сайте. Helio G90T, это ни хрена, ни дофига. Игровой чипсет, мое личное мнение, на объективность не претендую. По работе системы в целом оба аппарата более-менее гладко работают. Производительности обоих устройств хватает для того, чтобы не тупил там очень сильно ваш фейсбучик любимый, и инстаграмчик, ютуб и так далее, все это дело работало более-менее адекватно. Оба устройства из памяти свои приложения выпиливать просто обожают. Они в этом плане плюс-минус одинаковы. По автономности, казалось бы, Redmi Note лучше, потому что здесь у нас батарейка на 4500 мАч, а в Mi 9 Lite, в котором экран сейчас светится меньше, у нас 4030. Больше мАч, лучше автономность. Думают те, кто впаривают людям Redmi Note 8 Pro. Хрен, там на практике все вот иначе, с точностью до наоборот. Потому что с Mi 9 Lite, в принципе, почти спокойно можно выжать двухдневную автономность, если не очень сильно на него налегать. Чтобы у меня Redmi Note 8 Pro работал два дня, мне им нужно практически не пользоваться. Объясняю сценарий, при котором Redmi Note реально два дня может вытянуть. Это, во-первых, разрядившаяся камера, но сейчас я на нее не снимаю, и поэтому мы не будем сейчас прерывать это видео, потом чуть позже я вставлю туда аккумулятор. Так вот, если у меня час плюс-минус навигации в день, там, я не знаю, по 10 минут инстаграма и ютуба, максимум 20 минут телеграма, может полчаса и 5-7 минут телефонных звонков, вот при этих условиях два дня полная батарея вытягивает Redmi Note 8 Pro. Чуть активнее начинаешь им пользоваться, все, вечером на зарядку, второго дня гарантированно. Если пользоваться им более-менее активно, как, в принципе, я это делаю всегда, то заряжаю его каждый день, потому что вечером прихожу домой 20% на смартфоне, я понимаю, что мне этого даже не хватит, чтобы на работу доехать, как бы, и все. Я его кладу на зарядку. С Mi 9 Lite при не очень агрессивном использовании два дня я из него выжимал. Вот такая вот фигня. Когда я снимал, к примеру, фото и видео на эти два смартфона, очень сильно гуляли по небу тучи, и, увы, условия съемки, они менялись реально чуть ли не каждую секунду, и поэтому многие кадры, которые вы скоро увидите перед собой, они, увы, не являются слишком показательными, потому что условия съемки отличались. Отличались, но, тем не менее, ряд отличий все равно мне уловить удалось. Этого не видно по фоткам, но, тем не менее, поверьте мне, пожалуйста, Redmi Note 8 Pro снимает на гораздо более длинные выдержки. Это чувствуется, и в ситуациях, когда вам нужно сфоткать что-то подвижное, это может достаточно сильно вас стеснять. Mi 9 Lite, в свою очередь, косячит тем, что у него на очень многих кадрах заметно более прохладная цветопередача, и это выглядит не сильно естественно, особенно при сравнении с чем-то, что цвета передают более-менее натурально и правдоподобно, как, например, Redmi Note 8 Pro. Также у Mi 9 Lite более высокая насыщенность кадров и более широкий динамический диапазон. Это не сильно критично, это не сильно заметно, но вот немножечко все-таки у него по этому параметру фотки получаются с основной камерой лучше. Uber, ширики в обоих случаях достаточно печальные на самом-то деле, они не очень классные кадры фоткают, да, больше пространства захватывают перед собой, но качество хромает достаточно сильно, и поэтому мне кажется, что они плюс-минус одинаковые. Но фотки опять-таки на них отличались, потому что сильно плавало солнышко. На небе вот такие вот пирожки. В целом, если мы не будем сравнивать 48 мегапикселей и 64, мы не будем сравнивать, потому что я даже не снимал эти фотки, потому что нету большого смысла в этих режимах, ну и тут номинально понятно, у кого пикселей больше, и кто будет чуть получше, то по фоткам на, скажем так, в основном режиме снятым, я бы не сказал, что есть какое-то отличие по четкости изображения между кадрами с этих двух смартфонов, плюс-минус, все одинаково. Ну а об отличиях я уже ранее рассказал. Видео у нас пишется в обоих случаях в 4К, в обоих случаях без стабилизации программной, ну или если она есть, то она очень плохо прям работает, потому что все дико дергается. Ну и качество роликов с поправкой на особенности передачи цветов этими смартфонами, оно плюс-минус одинаковое, я большой разницы между ними не вижу. А вот фронталка в Mi 9 Lite лучше, она не так сильно боится контрового света, да и четкость изображения здесь однозначно выше. Как вы видите, картинка с нашей основной камеры появилась, это значит, что аккумулятор мы туда-таки установили. Поздравьте нас с этим, а мы будем говорить про динамики. Открыт Apple Music, да, это легально, его можно поставить на Android, это не шайтанома какой-то, это нормально. Вот, и вы видите, что максимальная громкость на обоих устройствах, один и тот же трек открыт, даже из одного и того же релиза, чуть-чуть послушаем. Для начала Mi 9 Lite. И теперь Redmi Note 8 Pro. Я думаю, вы уже начинаете понимать, но еще немножко рубилово, для того, чтобы вы все осознали прям окончательно. Как вы наверняка заметили, Mi 9 Lite имеет гораздо более громкий динамик, чем Redmi Note 8 Pro. Он и громче, и субъективно он чище играет. Мне этот звук нравится больше, и услышите вы его, когда вам он будет, этот спикер, орать из кармана рингтон, однозначно, с более высокой вероятностью. Я вообще не знаю, есть ли у Xiaomi смартфон, который играет тише, чем Redmi Note 8 Pro, потому что даже Redmi 8 поет громче. Вот. Очень мне жаль, что на спикере в этом смартфоне настолько подло и сильно сэкономили. По звуку в наушниках Mi 9 Lite мне тоже нравится больше, потому что он играет чище, он играет более, скажем так, панчиво, более хлесткий у него звук, он лишен какого-то непонятного такого вот гула, что ли. Ну, играет реально более прозрачно, более чисто, более красиво, более детально. Вот. В обоих случаях чувствуется, что немножечко высокие частоты у нас поджаты, что немножко приподнят бас, но в Redmi Note 8 Pro звучание прям совсем пухлое и вялое. Mi 9 Lite мой по звуку фаворит однозначно. По софту здесь нету никаких отличий. Я, кстати, забыл сказать, в обоих устройствах есть NFC, где он работает. Я в Макдональдсе сегодня расплачивался при помощи Redmi Note 8 Pro. Все прошло замечательно. И это не в первый раз, в общем-то, случается. Поэтому, если вы сильно любите бесконтактные платежи, оба устройства вам в этом плане подходят. И это одни из немногих случаев в рамках, в целом, модельного ряда Xiaomi, когда аппарат вроде как и не стоит убер до хрена, но NFC в нем при этом есть. По софту никаких отличий здесь. Нема, и там, и там MIUI, и там, и там он булькает, и там, и там он глючит, и там, и там есть проблемы с уведомлениями. Мы к этому уже привыкли. Можно сказать, что прошивки работают более-менее нормально. Хотя, на самом-то деле, если вылезти из вот этого какого-то там вакуума мира Xiaomi, то сыроват софт, откровенно говоря. И это, в принципе, будет продолжаться еще очень долго. Я не думаю, что когда-то прошивки этих устройств будут вылезаны до идеала, потому что вечно они одно лечат, другое калечат. Что у нас по вопросам цен? Давайте посмотрим, сколько эти аппараты стоят в разных версиях. Значит, Redmi Note 8 Pro на 64 гигабайта в алое, в альдрадо и так далее. Цена везде под копирку 7000 гривен. Если мы посмотрим на Mi 9 Lite, то, опять-таки, официально у нас он стоит 7500. Разница, я считаю, незначительная совсем. Если мы говорим про версию на 128 гигабайт, то здесь у официалов цена 8200. В случае Redmi Note, опять-таки, версия на 128, 7800. То есть отличие небольшое есть, немножечко у нас Mi 9 Lite дороже, но я считаю, что это совсем незначительно. Несколько сотен гривен при такой цене, как мне кажется, погоды не сыграют. Давайте делать какие-то выводы. Естественно, у аппаратов есть некоторые общие черты. Например, они плюс-минус одинаково снимают фото и видео на основную камеру. Например, у нас в обоих случаях спереди, сзади стекло, спереди точно пятое акрилы. Я в этом уверен, что сзади, не помню, врать не буду. Например, у нас в обоих случаях внутри MIUI есть NFC, и там, и там есть и Type-C порт, и мини-джек. Ну, в общем, что-то общее у них есть. Но Mi 9 Lite мне однозначно больше импонирует, потому что он немножко легче за счет меньшего объема аккумулятора. Вот, там отличие не какое-то умопомрачительное, но оно на стороне Mi 9 Lite. Потому что здесь у нас металлическая рамка, еще он в белом цвете нам достался, и это тоже, конечно же, сказалось на выводах Дмитрия Леонидовича. Мне визуально и тактильно этот аппарат нравится больше. Что еще? Чем он еще лучше? Лучше звук динамика, лучше звук в наушниках, более высокая игровая производительность. Трендовый сканер, встроенный у нас в экран. AMOLED дисплей, который отображает Always-On дисплей, в котором, кстати, я забыл про это сказать, он поддерживает DC Dimming, то есть управление яркости по току, а не путем широтной импульсной модуляции, что снижает мерцание того самого шима и меньше раздражает глаза. Чем он еще у нас козыряет? При менее емком аккумуляторе здесь выше автономность, здесь выше игровая производительность, так как здесь чипсет от Qualcomm кастомов на этот аппарат будет больше, и в принципе поддержка от сторонних производителей софта, адаптация, оптимизация здесь лучше. Я не знаю, по каким причинам, в принципе, можно из этих двух выбирать Redmi Note 8 Pro. Если вам сильно хочется сканер на тыльной панели, да, он будет более для вас интересен. Если вам сильно хочется, хоть и не очень качественный, но IPS-экран, да, этот аппарат вам понравится больше. Если вам очень сильно не нравится камера, которая смещена к одной из сторон, али айфон, то да, Redmi Note вам понравится больше. Есть ли какие-то козыри у его чипсета? Нет, это просто какая-то экзотика. Хуже производительность, больше энергопотребление. Фигня. Хуже здесь динамик, хуже звук в наушниках. Так, ничего козырного такого, чтобы за этот аппарат стоило голосовать своими деньгами, нет. И чем больше я с ним общаюсь, тем, в принципе, больше я понимаю, что я не понимаю, кому нужен этот смартфон. И ради чего его стоит покупать. Ну, ну мне это не ясно. Есть у него конкуренты, которые либо не хуже, либо лучше его чуть ли не во всем. И Mi 9 Lite это один из тех случаев. Из этих двух я бы однозначно выбрал этот аппарат. И даже про Redmi Note 8 Pro не думал, потому что, кроме того, что здесь IPS-экран, объективно он ничем не круче Mi 9 Lite. Повторю это в 100-500 раз за эти выводы. Ссылки на эти два аппарата, как всегда, ждут вас в описании. Еще там в описании видео будут линки на кэшбэк, на ролики, которые мы сняли с этими устройствами, на их обзоры точно. Если я не поленюсь, то еще и фотки в полном качестве залью. В общем, пройдите в описание, там много чего полезного есть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и заглядывайте к нам в социалки. Всем спасибо, кто смотрел. Пока.